Каждый из нас вырос на сказках. Наверное, поэтому знакомая с детства тема не оставляет равнодушными людей любого возраста. Фотограф Надежда Шибина известна своими уникальными снимками. Волшебных персонажей у нее превращаются реальные люди. Этим летом Надежда снова приехала к нам в город с мастер-классом для коллег-фотографов. Мы поехали, купили ткани, мы их выбирали достаточно долго, подобрали все сочетания, которые нас устраивают. И после этого сейчас участники, они воссоздают вот эти костюмы для того, чтобы мы уже дальше снимали. То есть здесь задача в большей степени прочувствовать, как это делается от начала до конца. Надежда готовится к съемке заранее, прописывая сценарий, который похож на короткометражный фильм. Кстати, костюмы для модели она создает сама, чаще всего прямо на съемочной площадке. Иной раз идеи приходят после просмотра экранизации известных сказок. Знаете, очень много импортных фильмов вышло, да, и они такие красочные, и очень хотелось что-то такое же подобное воплощать. И все, в принципе, вот началось с этого. Я пыталась воссоздать подобное, и как-то это все постепенно вышло именно в сказочное направление вот такое. Плюс еще к тому же я очень люблю сказки, просто нереально. Атмосфера съемки не просто творческая, она по-настоящему волшебная. Не случайно на этот мастер-класс приехали фотографы из Тюмени, Башкирии, Казахстана и других регионов и стран. Люди всегда открыты новому, но, мне кажется, они боятся что-то начинать, когда смотрят работы Нади. О, круто, здорово. Но, наверное, это очень сложно. И, возможно, из-за этого есть какой-то барьер в общении с фотографами. Они хотят, но боятся. Вообще, как бы, сам мастер-класс и нацелен именно на это, преодолеть барьеры, раскрепостить себя. То есть, Надя учит именно тому, что можно абсолютно просто за полтора часа сделать костюм своими руками и не повторяться. Постаралась, вырвалась на эти два дня, отложила все свои дела. И вот за 400 километров я приехала сюда на мастер-класс Надежды Шибиной. Безумно рада. Очень нравятся ее работы. Она хорошая, как и фотограф, как и художник. Этот жанр фотографии требует не только умения работать с техникой. Много сил уходит на то, чтобы воплотить все задуманное в особых декорациях и со специальным реквизитом. У меня своя большая сказочная студия в Москве. Вот, она уникальная. Такой вообще больше нигде нет, да. То есть, она там и лес, и чего там только нет. Это сказочная пианино с горой вместе. То есть, очень-очень много вот такого необычного. То, что я создаю, и у меня команда есть, с которой мы вместе это все дело создаем. Вот, и в дальнейшем мы в этом, конечно, творим. Потому что окружение, оно способствует этому всему. Быть фотографом сегодня модно и престижно. Но за профессиональным успехом стоят года практики, экспериментов и постоянного совершенствования своих знаний. Подобные мастер-классы, как правило, приносят вдохновение, а также возможность посмотреть на себя и свое творчество со стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...